Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня у нас тема, которая, наверное, истрепала огромное количество километров нервов. Просто у многих, потому что в основном и приходят с такими вопросами, когда спрашивают, что будет с отношениями, особенно в каких-то непонятных ситуациях, когда возникают конфликты, когда непонятно будут ли продолжаться эти отношения, или когда расстались на время, или когда, например, мужчина или женщина ушли от вас к другому человеку, но здесь все-таки есть, еще сохраняется, возможно, какая-то надежда, что человек не бывший, а что человек еще в эти отношения вернется. Также вы можете загадывать друзей, хоть работодателей даже, у кого с кем складываются, соответственно, подобного рода, подобного характера отношения, вы и можете загадывать интересующего вас человека. Это бывший или бывшая, бывший партнер, бывший работодатель, бывший муж там и так далее. И сейчас не о юридической составляющей, допустим, идет речь. То есть бывший муж, например, вы могли развестись, но при этом вы продолжаете общение, и, например, вы можете в будущем съехаться и без регистрации, например, как-то дальше жить. То есть разные бывают жизни истории, и зачастую, когда в отношениях возникает какая-то непонятность, когда вроде бы и общение продолжается, вроде бы, например, к детям муж приезжает, но никак нельзя понять, он все-таки уже в категорию бывших перешел, или он все еще имеет какие-то надежды и имеет какие-то перспективы эти отношения выстраивать с вами. В общем, загадывать вы можете того человека, который вас интересует, а у нас сегодня участвуют те колоды, которых давно не было. Это и второй кельтских драконов, которых у нас ждала Светлана, по-моему, Светлана и Ирина ждали эту колоду, и Алюминос Спирит, естественно, которую у нас Оксана ждала. И я думаю, что вы рады появлению этих колод. Неважно, может быть, эти люди не загадают конкретно данные колоды, но, по крайней мере, посмотреть на них в раскладе всегда запросто возможно. Сразу хочу напомнить, что на все колоды, которые только участвуют в общих раскладах на канале, обязательно есть обзоры. Поэтому, если вы перейдете в плейлист, который называется «Обзоры колод и оракулов», вы можете там почерпнуть огромное количество интересной информации, и там вы можете посмотреть все, что касается этих колод, мои размышления о них, то, как эти колоды работают, все арканы этих колод посмотреть. То есть обзоры всегда с душой и максимально подробно для вас делаются. В принципе, по этим обзорам даже сами колоды можно изучать начинающим и не только начинающим торологам. У нас сегодня будет 4 варианта по этому вопросу. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Вы можете загадывать хоть просто какую-то карту, по которой вы захотите слушать дальше то, что будет говориться, вернее, рубашку какую-то. То есть, например, кто-то скажет, я хочу вот эту колоду слушать, и не важно, она будет первая, четвертая, открыта, абсолютно не важно. Главное, чтобы послушать информацию от этой колоды. Либо, может быть, кто-то по привычке будет загадывать номер, то есть первый, второй, третий или четвертый. А кто-то, может быть, доверится потокам и загадает просто ту колоду, которая будет открываться первой, второй, третий или четвертой. И для тех, кто выбрал сегодня позицию номер... А давайте позицию номер 4. Начнем с красивой колоды. И даже кто-то сразу буквально дождался, дождался своего ответа. Буквально моментально. Давайте будем смотреть, что нам расскажет сегодня колода под номером 4. Это человек, которого уже можно считать бывшим, или все-таки есть еще какие-то перспективы налаживания отношений. Смотрите, сразу хочу сказать, что если вы загадываете человека, который лет 30 назад, например, расстался с вами, или вы с ним расстались, и с тех пор вы вообще не общались, и нет никаких точек соприкосновения, то смысла нет загадывать, потому что здесь уже очевидно, без какого бы то ни было расклада, что человек перешел в разряд именно бывших. Поэтому, естественно, нужно здравомыслить и загадывать тех, кто может реально в этом раскладе участвовать. Полубывший, да, вот так можно сказать. Ух ты! Но что мы можем сказать? Мы здесь можем сказать, что на сегодняшний день, скорее всего, человек реально может считаться бывшим. Но здесь есть интересный вопрос. Здесь есть все-таки, хотя и достаточно мутная пока что, дурацкая идея начать эти отношения заново. А может быть, у кого-то слишком много пустых надежд на то, что эти отношения буквально станут какими-то идеальными. Кто-то возлагает надежды на то, что, ну вот, родится ребенок, и человек, наверное, будет себя вести абсолютно по-другому. И даже есть те девушки, которые сидят и месяцами, годами просто ждут этого человека, ждут подобного рода мужчину или женщину. Здесь уже не важно. Но в основном это женщинам присуще. То есть мужчины обычно не сидят и годами не ждут. А когда? А может быть, Надя решит вернуться ко мне. Но когда это будет, никто не знает. Обычно такими вот, скажем, я назову, наверное, грубым словом, фигнями страдают прежде всего девушки. И здесь тоже может быть такая ситуация, когда действительно какая-то дама очень долго сидит и ждет человека, и не может просто как бы для себя решить, стоит ли расставаться, и возлагает еще какие-то надежды, несмотря на какое-то достаточно очевидное поведение. У кого-то это может быть ситуация, когда возникла беременность, человека рядом нет, но девушка надеется на то, что все-таки он одумается и вернется, и там будет семья и так далее. Вообще ситуация дурацкая у тех, кто загадал эту позицию. И даже можно сказать о том, что из-за какой-то глупости человек переходит в разряд бывших. Или здесь такая ситуация, когда люди ведут себя, даже может быть, в серьезной сложившейся уже ситуации глупо. Но смотрите, как не тасую колоду, все равно выпадают карты, которые говорят о том, что вряд ли удастся построить какие-то идеальные отношения. И скорее всего все ваши усилия здесь могут пойти прахом из-за некой дамы. Женщина знака воздуха или воды, такая вот капризная, эмоциональная, у нее пухленькие губки, нижняя губа особенно такая пухленькая, волоокая такая дама. В общем, из-за нее может реально что-то не сложиться. То есть если вы и вляпаетесь, то скорее всего масштаб какого-то любовного треугольника, но вы еще будете возвращаться к обсуждению этих отношений. И еще будет история, когда вы возобновите эту тему, и будет поднята эта тема, и вы будете разговаривать и пытаться прояснить ситуацию, что же все-таки может быть дальше. Давайте посмотрим отношения человека на сегодняшний день к вам и его планы по поводу того, что может происходить. Ну вот смотрите, здесь такое ощущение, что человек, особенно если мужчину, вы загадываете здесь, погрузился в свою личную жизнь и охраняет очень серьезно свое пространство. Также может сказать, что и вы тоже охраняете свое пространство. Называется, ну вот ты у меня ключи от квартиры забрала, и я тогда не скажу тебе, где я живу теперь, или с кем я живу и так далее. Вот такие вещи могут быть по этой позиции. И здесь может быть ситуация, когда человек хочет пока что отстоять свою территорию. Человек хочет находиться, ну вот как-то в независимом положении. И он может всеми фибрами своей души этого желать и это показывать, и к этому клонить всю ситуацию, которая сейчас складывается. На душе у человека есть пока еще не зажившая рана. И говорить о том, что пережил встряску в отношениях или расставание безболезненно, мы тоже не можем, потому что человеку больно, потому что он переживает до сих пор. Но пока что он, наверное, бы предпочитал на такой странный формат, когда вы остаетесь полудрузьями такими. То есть вы можете понимать, что он делится с вами какими-то животрепещущими, вот на сердце какими-то событиями, что он может вам как другу доверять какие-то свои мысли, какие-то события того, что происходит у него. Но при этом вы понимаете, что не сближается, не сближается больше, чем надо было бы. У кого-то соединяют дети, у кого-то домашние животные даже могут оставаться в роли связующего звена. И на них может, скажем так, выделяться этим человеком какая-то помощь. Но здесь есть все равно третьи лица. И здесь есть третьи лица, которые говорят, пытаются навешать ему лапши на уши и говорить о том, что а почему ты что-то должен? Вы уже как бы расстались, вот не общаетесь и все, или туда уже, или сюда. Вот такие вот вещи здесь есть. А это ваше туда-сюда меня раздражает, да, как в том анекдоте. Здесь есть люди, которые пытаются судить и свои суждения этому человеку достаточно жестко проявлять. Но человек, находясь в паузе с вами и находясь в каком-то определенном формате отношений, уже к этому привык. И у него есть лень, а любые отношения, они все равно подразумевают под собой наличие труда в их построении. Вот здесь человек не хочет трудиться, он не хочет вкладываться, он не хочет как-то в идеальном формате строить семью или любые другие отношения, дружеские, рабочие и так далее. То есть здесь человек рассматривает несколько вариантов. Ему главное, чтобы его ценили, его уважали. Он скорее может пытаться манипулировать вами и давать вам какую-то затравочку, надежду на будущее. И за счет этого самоутверждаться, то есть когда человек видит, что вы к нему настроены лояльно, он говорит, ну значит я хороший, если ко мне все-таки так лояльно настроены, наверное я классный парень или классная девчонка, и стоит продолжать еще. То есть человек по сути здесь, по дурости своей, сам фактически не в курсе, как все будет дальше продолжаться. И у него какого-то жесткого плана по захвату мира на сегодняшний день нет. Уж к сожалению или к радости, это другой вопрос. Давайте на ближайшие полгода перспективы для вас посмотрим. И здесь ложатся карты, которые говорят о том, что если у вас была семья, если у вас есть или, допустим, выросли уже дети, нельзя сказать были дети, если они имеются в наличии, если хоть взрослые, хоть маленькие дети, если вы с этим человеком общались достаточно длительное время, то у вас есть возможность и вероятность того, что эти отношения вернутся. Но человек будет безбожно подвирать в этих отношениях. И вот смотрите, человек может вернуться, но в конце концов он может вас обидеть своей ложью, тем, что ему требуется больше, чем один человек для общения. И опять повторится та ситуация, которая между вами уже складывалась. Может быть такое, что вся работа над отношениями пойдет на смарку. Но пока на ближайшие полгода вот здесь ложатся такие карты, которые говорят о том, что да, есть шанс, есть возможность продолжения этих отношений, особенно если они будут завязаны в том числе и на финансовой какой-то основе. Но вы должны понимать, что у вас будет всегда конкуренция. И эта конкуренция может быть буквально бесконечной. То есть мужчина, который постоянно может сидеть в каких-то непонятно сексуальном, мастурбальных переписках. И это может быть, допустим, начальник, который постоянно на ваше место кого-то подыскивает и дальше. Это может быть подруга, которая вроде бы и с вами общается, и вроде бы постоянно она переключается на кого-то другого. Сегодня она с вами, завтра она к Нинке пошла, послезавтра она еще с кем-то встретилась. Вот такие вот моменты могут быть здесь. И могут быть очень четко. Причем если королева Пентакли у нас выбрала эту позицию, то это вот прям до мозга костей ваша позиция, потому что ложится определенная карта, которая указывает на девушку, на женщину, знака земли или огненного знака лев. И карта говорит, что особенно у таких девчонок и у огненных девчонок вот может повториться все. После какой-то вспышки и ощущения того, что вроде бы все стало почти идеально, вы можете получить все равно в этой ситуации опять вот то, от чего вы ушли в этих отношениях. То есть если вы готовы на постоянные циклические повторения того, что происходит, то вы можете пытаться возвращаться или как-то настраиваться на эти отношения. Ну а как лучше делать, давайте мы спросим у карт. Предостережение и совет вам по этому поводу. Ну вот смотрите, здесь ложатся карты, которые говорят, во-первых, о том, что вам не надо пытаться самообманываться. То есть если вы войдете в эти отношения опять, а эта возможность есть, то есть она не закрыта полностью по этим картам, по этим отношениям, вы должны понимать, что вы можете попасть в ситуацию, когда, ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Вот такая может сложиться история, и вы опять вляпаетесь в то, что было, и вы, может быть, будете убеждать себя, не, ну есть же какой-то шанс, ну дам шанс, но все же может еще наладиться и так далее. То есть вот на такие вот какие-то моменты вы можете ловиться, причем, скорее всего, не вас будет ловить человек, а вы будете ловить сами себя, вот в связи с такими мыслями. Поэтому не обманывайте себя. Вы должны понимать, к чему вы идете, если вы опять вступаете в эти отношения. Что касается второго вопроса, здесь вторым вопросом является, что вам все-таки стоит делать, то карты пока рекомендуют молча понаблюдать за тем, что происходит, и поразузнавать, может быть, даже какие-то тайны у жизни человека. Может быть, если есть соперница, узнать что-то о сопернице или о скрытых кандидатах на вашу должность, да, вот о конкурентах, которые здесь присутствуют. И сделать, чтобы все тайное стало явным. Да, почерпывать информацию о ваших конкурентах. У кого-то это дама кубков, это женщина знака воздуха или воды, и от нее может быть достаточно жесткий удар. Но вы должны просто с иронией отнестись. И, знаете, человека не наделять какими-то лучшими качествами, чем есть в нем они на самом деле. То есть не надо идеализировать человека. Вы должны понимать, что либо вы идете в полуформат тайных отношений, и вы не будете чувствовать полного доверия здесь, потому что человек постоянно будет самоутверждаться. У кого-то имя Влад, Игорь, четко проигрываются. И он может вернуться, и вы можете его вернуть. Но вы должны понимать, что никогда он не включится, только замыкаясь на вас. Он будет считать, что он теряет себя, что он теряет какой-то свой шарм. Если он погрузится в семейную жизнь, или если, допустим, здесь речь идет о работодателе, например, то работодатель будет считать, что его фирме надо развиваться, поэтому все время надо искать каких-то сотрудников. И вы не то чтобы на пороховой бочке будете все время. То есть вам, скорее всего, это будет известно. И, скорее всего, у вас будет какая-то более уверенная позиция, чем у ваших конкурентов или конкуренток. Но вы должны будете с этим жить. То есть пока что на ближайшие полгода ситуация, когда исключительно выберут вас, и только вы будете здесь в приоритете, исключается. Поэтому здесь вы можете мудрить потихонечку, вы можете говорить о том, что вас не устраивает четко это излагать, но без скандалов. То есть накопив достаточно информации, сперва получите эту информацию, и потом переварите, и только потом ее выдавайте. То есть сразу молоть языком, что в голову пришло, тоже здесь абсолютно по этой позиции не нужно. Это нужно понимать. Вот такая вот у нас история. Конечно, да, мы видим, что здесь и есть возможность возвращения человека, и есть возможность как-то вот дать второй, третий, пятый, десятый шанс кому-то. Но надо это вам или не надо, это только вам здесь вот решать. И большинство будет решать, что оставляют эти отношения в своей жизни, даже несмотря на то, что там есть некая нездоровая конкуренция. Вот здесь вот есть все-таки большинство девочек, которые решат оставить себе этого человека. Я не знаю, хорошо это или плохо. Я говорю только то, что выпадает по картам, потому что каждая индивидуально должна рассматриваться консультация, когда задают вопросы, так что мне его бросать, так что мне его считать бывшим. Всегда за свою жизнь мы несем ответственность сами. Карты говорят, что будет, если вы сделаете так или если вы сделаете так. А вам уже решать, делать так или все-таки как-то перестраиваться и делать по-другому. То есть каждый решает, естественно, для себя сам. И как вам будет лучше, так и решайте. Потому что, ух ты, что-то у нас с фокусом. Как-то подзбился. Ну ничего. Вот. Но знаете, что с этим человеком вы еще столкнетесь с обманом. То есть здесь какой-то идеально честный, такой вот, знаете, лестницы отношений не получится. Здесь будет постоянно ситуация, когда вы будете понимать, что за вашей спиной есть третьи лица, что есть какое-то общение, что вы не единственная, не единственный в этой ситуации. Поэтому думайте, надо оно вам. Сможете ли вы жить вот именно в такой ситуации, под такой психологической нагрузкой. Или для вас это неприемлемо. Потому что я знаю пары, которые годами живут, и у них параллельно выстраиваются отношения. И у него есть любовницы, и у нее есть любовники или какие-то переписки. Но при этом они друг от друга не уходят, потому что им хорошо вместе, и потому что они хотят все-таки выстраивать свои отношения и боятся бросать друг друга, держатся даже в таком формате. А вам близок этот формат или не близок, решать имеете право, естественно, только вы. Для тех, кто выбрал позицию номер 1, давайте ее посмотрим. Она вторая по порядку открытия сегодня. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Что у вас? Ну, вы знаете, здесь тоже все-таки та ситуация, когда, если вы адекватно загадали человека, как я уже говорила, то есть если это не тот человек, с которым вы не общаетесь уже лет 20 или 30, если это тот человек, который присутствует хотя бы чуть-чуть в вашей жизни, то здесь есть надежды на то, что отношения будут все-таки еще развиваться, и что эти отношения вернутся в вашу жизнь. То есть пока что звание полностью бывшего человека этот не заслуживает. Хотя в парах, где были официальные отношения, может даже быть развод, может даже быть прерывание отношения на достаточно длительное время, но у кого-то остаются, например, общие дела, общий бизнес, и это будет все равно каким-то образом обязывать вас общаться. А с течением времени, с течением где-то 6-8 месяцев эти отношения могут вернуться, в том числе не только в формат рабочих, но и в формат любовных. То есть есть перспективы того, что возвращение блудного попугая здесь состоится. Есть моменты, есть нюансы. Встречаться вы будете, как минимум общаться вы будете. Поэтому говорить полностью о том, что этот человек перекочевал в категорию бывших, наверное, здесь вот не очень-то и можно. Давайте отношения человека к вам посмотрим, посмотрим, чего от него, в принципе, можно ждать. Здесь, знаете, человек может быть даже не захочет особо как-то форсировать события. Здесь складываются так позиции, что они говорят о том, что человек хочет просто пока что выровнять отношения между вами, убрать в этих отношениях какие-то очень жесткие вспышки, которые могут быть вспышками эмоционального характера, в которых может быть, может складываться так ситуация, что, вы знаете, как ему не хватает покоя для того, чтобы определиться, для того, чтобы была для него какая-то ровность вот в этой ситуации. И человек действительно пока что хочет просто понаблюдать за тем, что происходит. Но в то же время и сердце вас вообще не отпускает. Но уже для себя эмоционально он считает вас бывшей. У кого-то, знаете, вот у большинства это бывшие жены, бывшие гражданские жены, у кого-то даже есть дети. Может быть, если это не ваша ситуация, вы просто не свою позицию выбрали, тогда можете перезагадать. И у человека есть ощущение утраты, но ему льстит, если вы все-таки с ним общаетесь на сегодняшний день. И он, скажем честно, по дурости может, не поменяв своего мировоззрения, попытаться вернуться в эти отношения. Может такое быть. Вы на сердце есть. Он пытается для себя сделать какую-то галочку, что вы все-таки бывшая, но и он понимает, что вы уже эмоционально оторвались от него, что уже нет той привязанности, которая была раньше, но вы привлекаете сексуально. И есть еще чувства. Есть чувства, но есть ощущение потери. Если это работодатель, например, то может быть вы просите слишком много денег за свою работу, но он понимает, что специалиста пока что лучше, чем вы, не найдет. Бывает такое, что да, человек, скажем так, стоит дорого, его работа стоит дорого, но при этом она того стоит. Так что здесь, скорее всего, человек вот пока что в той фазе, в которой вы находитесь в отношениях, будет оставаться. И здесь больше похоже на то, что просто пауза зависла, и все может закрутиться сначала. Все еще может быть. Но это будет краткий всплеск, потому что после узнавания правды, которая вот, да, вот будет какой-то обман, который выплывет на поверхность, причем информация может прийти именно про финансы какие-то, через детей, через младших каких-то людей. И вы, узнав это, то есть может быть человек куда-то потратил, может быть что-то купил, может быть кому-то отдал определенную сумму, может быть у вас какую-то сумму забрал, или кому-то недоплатил. То есть вот такие вот вещи, которые связаны именно с деньгами, они здесь заставят вас опять уйти от этого человека. Они заставят вас еще раз переживать. То есть вот это есть. Но у вас может быть еще два камбэка в этих отношениях, как минимум два. Здесь похоже на качели. Давайте на полгода перспективу посмотрим. Смотрите, если это работодатель, вы будете работать, скорее всего, на том же месте работы, и вы там останетесь. Если это отношения личного характера, то скорее вы не будете всех оповещать о том, что вы опять вместе. Это будет просто определенная манипуляция друг другом. Это будет продолжение общения. Это будет решение каких-то общих вопросов в том числе. Но вот в этом, в том, что мы видим здесь, вы как будто бы не обнародуете. То есть если вам скажут, а что к тебе Ваня вернуться что ли? Вы будете говорить, да нет, но мы как бы так общаемся. То есть вы не захотите, или этот человек не захочет обнародовать того, что что-то возвращается. Вот эти моменты здесь достаточно четко проходят, и вы тоже должны их осознавать. Но также вы должны понимать, что у человека сохраняются определенные психологические особенности, которые в течение, после возврата в эти отношения, в течение двух месяцев, опять выведут вас на скандал, выведут вас на достаточно жесткий конфликт. Вот знаете, ощущение того, что это продолжение предыдущей позиции. Вот у меня есть такое ощущение внутреннее, достаточно четко. И эти отношения спустя достаточно длительное время, в принципе, после, да, здесь около двух камбэков таких, намечается, двух возвращений, потом как будто бы переходят в разряд ситуативных. То есть вот здесь вот они с каждым разом будут становиться все инфантильнее, инфантильнее и инфантильнее. И, скорее всего, в итоге они распадутся. Распадутся из-за того, что человек не может брать на себя ответственность из-за бездеятельности этого человека. Плюс ко всему вас уже воспринимают как бывшую в этих отношениях. То есть здесь вот на полгода еще есть вот эти вот возможности, когда человек возвращается, то приходит, то уходит, то на качельках качается, ну а то просто ведет себя не совсем красиво. Предостережение и совет. Давайте попросим, слушайте, ну красивейшая колода. Вообще, конечно, Алиса просто сказочная в прямом и в переносном смысле этого слова. Смотрится шикарно, я ее обожаю просто. Здесь сразу же идет предостережение против того, чтобы вы давали этому человеку деньги. Чтобы вы не только давали эти деньги, чтобы вы решали вообще какие-то с ним финансовые вопросы. Называется нет у него денег, ну и пусть решает свои вопросы сам. Нет, у вас денег, тоже постарайтесь с ним не связываться в этой ситуации и как-то выкрутиться без его присутствия. Потому что любые финансовые вопросы, особенно если они связаны с достаточно крупными суммами денежными, лучше пока что отложить. То есть вот не ввязывайтесь в эти ситуации. Здесь это выходит достаточно жестко. Не верьте на слово, не берите расписок. Вот все, что может случиться здесь финансово, лучше просто минимизировать. Минимизировать, вот просто вот насколько это возможно минимизировать. И карты говорят о том, что уделите время себе, семье, детям, сделайте паузу. И если человек не появлялся пока что последние пару недель, просто радуйтесь тому, что он не появляется или она не появляется. Дайте себе отдохнуть, дайте себе время для того, чтобы мозги встали на место, просто чтобы в голове прояснилось у вас. И только потом, ну смотрите, хотя бы месяц вы должны побыть в режиме самостоятельности. И только спустя месяц вы можете каким-то образом уже начать отстаивать свое мнение по поводу этих отношений. И какие-то действия совершать в адресе этого человека или вообще по поводу тех отношений, которые здесь складываются. Ну а в целом карты говорят о том, что вам нельзя здесь занимать какую-то очень активную позицию. Вообще лучше вам занять позицию пассивную. Но если человек пытается за ваш счет самоутвердиться и вернуться, то вы можете и должны обозначать то, что вас в этой ситуации не устраивает. Вот эти моменты должны быть достаточно четкими. Вот эти вот споры, которые могут быть, вот то, что вы видите в человеке, не так сидишь, не так свистишь, не надо успокаивать себя на этом. И говорить о том, что ну ничего, стерпится, слюбится, я как-то это приму, вы это не примете. Это будет вас раздражать все больше, больше и больше. Посмотрите в прошлое, там уже есть ответы. И примите для себя решение просто быть приятелями или выстраивать отношения по собственному сценарию, настаивая на каком-то, таком, вы знаете, соблюдении определенного набора ваших правил. Здесь это очень четко, вы для себя должны посмотреть, но здесь вот, как уже было сказано, как минимум парочка возвращений в этой ситуации может и должна быть. Это может быть действительно. Поэтому здесь это скорее, знаете, я называю обычно таких будущий, бывший. То есть пока что вроде бы не окончательно бывший человек, но после парочки возвращений, да, надежда на возвращение есть. У кого-то, кто сразу после выхода расклада смотрит, прямо этой весной может вернуться, может даже повторно предложить выйти замуж или как-то выстраивать более серьезные отношения. Но это будет все на эмоциях. И человеку будет важно не столько выстраивать с вами отношения, сколько добиться от вас согласия на выстраивание этих отношений. Потому что для него это будет самоутверждение. Называется, да, она мне разрешила, она воспринимает все как паузу, а это действительно здесь больше пауза, чем какой-то итог отношений у вас. И этим вы человеку просто поможете себя немножечко приподнять, самоутвердиться определенным образом. Но если вы и будете пытаться что-то здесь делать, то попытайтесь договариваться. Может быть из области «ты мне, я тебе». То есть выдвигайте заранее, прежде чем эти отношения опять сложатся, какие-то свои условия. Потому что если ваших условий не будет никаких, человек просто будет жить только так, как удобно ему, и никак иначе. А вы от этого реально, конечно, эмоционально и морально можете пострадать. Поэтому подумайте, какие требования будут у вас к этому человеку для того, чтобы если вы решите эти отношения, выстраивать и дать им еще один шанс, все-таки видеть, как они будут складываться и чего вы от них хотите. Для тех, кто выбрал позицию номер 2, она у нас третья по порядку открытия. Давайте смотреть. Давайте в первую очередь посмотрим здесь вот вообще, насколько человек бывший. Ну, вы знаете, здесь человек склонен к играм. Может быть, у кого-то это даже то, что еще не дошло до расставания, но вот такие какие-то любовные игрища, милые бронятся, только тешутся, они здесь могут быть вполне-вполне актуальны. То есть пока что еще и не решил никто расстаться, пока просто есть ложь и есть определенная отдаленность. У кого-то здесь пауза в отношениях, то есть здесь более четко ложится все-таки ощущение паузы, нежели завершенности. Я не знаю, вот открываем третью уже, по счету получается расклад. Третья колода уже у нас работает, но пока что здесь больше все-таки речь идет о паузах. Пока я не вижу ни одной колоды, не увидела из того, что мы выкладывали, чтобы прямо очень четко, очень жестко карты сказали о том, что это конец отношений. Здесь своеобразные игры, догоняйки, убегайки. Когда курица думает, не слишком ли быстро я бегу, а петух думает, ну не догоню, так согреть. Вот такие вот здесь бега могут быть. Это какой-то накал страстей. Кому-то, кто-то берет паузу для того, чтобы побыть наедине с собой, вот какой-то такой возможность времени какого-то, уединиться самому с собой. А кто-то наоборот освежает свои чувства, проявляет свои эмоции и хочет более эмоционального подхода к тому, что есть. Но вы знаете, вот те, кто много хочет, конечно, каких-то свежестей в отношениях, может ошибиться, это может реально привести к расставанию. Смотрите, если кто-то будет, опять же, чересчур слишком уж сильно и внезапно уединяться, то этим вы можете толкнуть второго участника данного мероприятия на то, чтобы вас уволить, или на то, чтобы развестись с вами, для того, чтобы закончить вообще вот эти отношения, которые складываются сейчас определенным образом, именно так, как они у вас складываются сейчас. Далее мы посмотрим с вами вот именно отношения человека, его намерения, мысли, есть ли у него осознание, понимание того, что все это фенит а-ля комедия, или все-таки человек не считает вообще себя пока что бывшим. Ну, человек может считать, что вы как-то вот хитрите сейчас. Вы знаете, оба заигрались. Вот такое ощущение, что оба заигрались, оба слишком себе на уме. То есть каждый здесь хочет ощущать, что он самый хитрый, что он добился всего того, что хотел, и что он будет всю эту ситуацию по своему сценарию как-то каким-то образом развивать. Не перехитрите сами себя, потому что здесь человек понимает и считает, что вы слишком тщеславны, что вы слишком ревнивы, слишком как-то вот страстны, не в том направлении, в котором надо. Нужное подчеркнуть или вычеркнуть ненужное, как хотите, так и делайте. Но у человека ощущение, что вы тоже заигрались, и что вы слишком хитрите в том, что происходит между вами в этой ситуации. Здесь мы можем видеть, что у человека есть ощущение некоего социального долга в ваш адрес. И здесь у кого-то, может быть, дети, но здесь больше не о детях все-таки рассказывают карты. Карты говорят, может быть, о том, что человек считает, что вы вложили в него много, и ему надо отдать вам какие-то долги. Может быть, это долги эмоционального характера. Может быть, когда-то вы очень серьезно поддерживали этого человека, и он считает, что он должен теперь вернуть вам вот ту поддержку, которую вы оказывали ему на определенном этапе. И вы это действительно можете видеть с его стороны. То есть называется «Если надо, звони, я приеду. Если надо, звони, я сделаю». Вроде бы и нет желания восстанавливать какие-то сексуальные отношения, душевные отношения, дружеские, какие-то вот такие очень свойские, очень родственные. Вот этого здесь нет. Но человек понимает, что оставлять вас он или она не имеет права. И вот эта правильность, она срабатывает. Если речь идет о работе, о сотрудниках, о начальстве, о трудоустройстве и так далее, то здесь такая ситуация, когда вас могут подозревать в том, что вы мухлюете, и вас могут пытаться вроде бы как планировать заменить, но пока что менять вас не на кого. Так что для тех, кто в работе, те в основном могут быть, конечно, в этой ситуации спокойны. Но главное не переиграть, главное, ну скажем так, не забраться, потому что иначе вам могут перекрыть доступ к тому, к чему у вас доступ был. Ну и если говорить о планах, здесь человек не планирует какой-то очень активной коммуникации. Человек, наверное, вообще, если он физически здоров, может просто самоустраняться от вас на какое-то время. Но также здесь вот по этим картам, которые легли, у человека может быть ситуация, когда он или она чувствует себя плохо, могли заболеть. И от этого могут быть в плохом настроении. То есть вы им слово, а не вам 10 называется. Вы сказали что-то абсолютно безобидное, а человек очень жестко ответил или сказал, слушай, ты задолбал и отключил телефон. Вот такие вот здесь могут моменты быть очень жестко. И человек очень бурно может сейчас вообще реагировать на любое ваше слово, на любое ваше какое-то послание, на любое сообщение. Да, и вы будете смотреть на него, и говорить, у тебя с головой в порядке, ты неадекватно просто реагируешь. То есть пока человек не планирует восстанавливать эти отношения, и человек планирует уйти в себя. Более того, в целом, если заигрываться дальше и накалять обстановку, то человек просто включит эгоизм на полную мощность и заменит общение с вами на какое бы то ни было другое общение. Плюс у него или у нее есть сейчас возможность переезда и возможность достаточно серьезного скандала с вами. Поэтому, если не хотите поругаться, пока что немножко придержите коней, придержите язык, потому что иначе можно схлестнуться не на шутку. Какое-то нервное состояние у человека, аж я начинаю нервничать и психовать ее. Прям у кого-то, у Николая, какого-то крышу аж сносит. Трудно быть эмпатом, да? Перспективы. Ну, здесь, вот знаете, да, вот все эти игры в течение ближайшего полугода могут действительно привести к распаду отношений. И я понимаю, что, наверное, хотелось вам слышать что-то другое. И всегда хочется сказать только доброе, хорошее что-то, слова поддержки какие-то людям, которые смотрят расклады. Но я обязана говорить то, что выпадает на картах. Тогда расклады будут правдивыми. Потому что, если просто сдабривать постоянно ванилью, пироженками и зефирками все, что выпадает, ну, это будет просто, знаете, из области давайте поговорим о неправде, нарисуем какие-то воздушные замки и погрузимся в состояние, ах, обмануть меня несложно. Давайте не будем обманываться. И здесь, если вы выбрали свою позицию, идет все не к совсем такому розовому эффекту финальному. Карты говорят о том, что человек, скорее всего, будет отдавать какие-то социальные долги, может быть, будет платить алименты или помогать каким-то образом. Может быть, разрешит вам жить в том доме, где вы живете. Например, вы живете в его квартире, и человек скажет, ну, живи, Бог с тобой, пожалуйста. Но при этом, при этом настолько охладело все внутри, что не хочется уже связываться ему или ей с вами, и не хочется выстраивать вот эти отношения, которые, которые человека такое ощущение, что прямо мучают, да, вот складывается впечатление. Давайте для вас попросим предостережения и совет в этой ситуации. Смотрите, карты говорят о том, что здесь не стоит отстаивать сейчас очень жестко свои интересы, потому что если вы займете какую-то принципиальную позицию, если эта позиция будет очень жесткой, то вы просто человека оттолкнете. Человек просто очень резко охладеет к вам, и если вы этого не хотите, то, соответственно, свою позицию, да, вот очень жестко, как-то очень агрессивно отстаивать и не надо. Но еще, если говорить о том, что здесь можно делать, карты говорят о том, что если вы близки действительно друг другу по духу, то постарайтесь общаться без конфликтов, а очень душевно, очень спокойно и очень по-человечески. И в себе вот эту душевность поторопите. Дайте человеку понять, что вы готовы его или ее поддержать, если это будет нужно. Но здесь, смотрите, если вы женщина, если вы девушка, да, вот в этих отношениях, если вы занимаете такую ведомую позицию, то тогда сделайте это очень мягко. Потому что любая ваша жесткость, она будет воспринята как вызов. А если вы будете мурлыкать, как котенок, то вас захочется погладить по шерстке. И ваша манипуляция, и ваше воздействие на этого человека максимально серьезное, максимально сильное, оно именно через нежность, через ласку, через улыбку, через какие-то добрые слова. Но никак иначе. То есть вот здесь не тот случай, когда должны быть некие жесткие ультиматумы, потому что это может реально подорвать веру человека в вас и испортить отношения, которые, возможно, могли бы еще складываться. Такая позиция. Здесь очень большой риск того, что отношения полностью прекратятся. И здесь большая вероятность того, что вы действительно уже бывшие или будете скоро бывшими в ближайшие полгода. Поэтому здесь подумайте, стоит ли выходить на какие бы то ни было конфликты, если вам хочется сохранять эти отношения. Если не хочется, то ведите, естественно, себя как хотите. Это ваше право. Девчонки очень часто говорят, да, а что это мы должны под мужиков подстраиваться, а почему так? Но я всегда говорю о том, что и мужчины тоже смотрят видеорасклады, просто они более скромные. И вот Игорь у нас сейчас какой-то смотрит. И они реже отписываются в том, что они видят вот в этих раскладах. Но тем не менее, для них это тоже актуальные позиции. И я считаю так, кто пришел смотреть расклад, кто пришел за информацией, тот и хочет что-то делать в этой ситуации. Поэтому до него, до этого человека и пытаюсь, собственно, информацию, которая идет, донести. Ну и, конечно, у нас позиция. Первое, второе, третье компот, кэп очевидности. Это сегодня у нас второй кельтских драконов. Давайте посмотрим, что нам драконы пропоют сегодня в этой ситуации. Давайте посмотрим, во-первых, вообще по поводу бывшей нынешней или будущей бывшей. Ну, знаете, здесь какое-то ощущение семьи, какое-то то ли ощущение того, что никто и никуда и не уходил, или все было сделано на каком-то нерве, очень жестком. Но здесь тоже карта обмана. Знаете, вот у большинства какие-то измены, подпольные какие-то подковерные игры все-таки здесь идут. И есть ситуация, когда есть очень большая обида, есть большая встряска, есть рана на сердце, на душе у вас или у человека. Очень больно. Настолько больно, что невозможно принять никакое решение сейчас. И сейчас от предательства переворачивается все в душе, даже если предательство было достаточно давно. И фактически случилась смерть этих отношений, фактически все уже. Вот знаете как, это если сравнить, да, вот с чем можно сравнивать эту ситуацию. Если практически смертельно ранили человека, он практически обнуляется. Вот он лежит в этом раненом состоянии и не знает, что ему делать, и не знает, как все будет дальше. Потому что больно. И сейчас вот эта боль, она застилает все остальное. Хотя люди очень близки друг к другу по духу. И сейчас какая-то маленькая смерть происходит, трансформация того, что случилось. Видимо, кто-то предал очень сильно. И здесь такие обстоятельства, когда действительно боль практически невыносима. Если это не так, если для вас все шуточки, хаханьки и хиханьки, то значит просто вы не свой вариант выбрали, потому что те, кто выбрал, им реально больно. И даже мне тяжело от этого, потому что я начинаю физически ощущать даже эту боль. Очень больно, очень... Вот знаете, как буквально до искр из глаз. Вот прям звезды вокруг летают, искры из глаз посыпались. И ощущение того, что теряете прошлое, прошлое, которое было просто прекрасным. Как же могло быть? Было все идеально. Почему так случилось? У кого-то это воспоминание и какая-то сексуальная привязанность к партнеру в том числе. Называется, как же все было хорошо? Как же ты мог так поступить? И здесь вот тот, кому больнее, нас на грани того, чтобы прекратить жестко эти отношения из-за лжи. А кто-то здесь, особенно вот у нас королева мечей, дама знака воды или воздуха, она... Причем я говорю правильно, или воды, или воздуха, у меня проигрывается так. Поэтому если кто-то, допустим, смотрит эстерологов, то не надо здесь исправлять и говорить, нет, мечи это воздух, и никак иначе. А здесь вообще в этой колоде, мечи это огонь фактически. Поэтому я говорю так, как проигрывается у меня, и так, как карты работают со мной. И ваша колода с вами может работать так, как вы хотите. Мои колоды работают со мной так, как я это знаю. Поэтому это не оговорка, я сказала то, что хотела сказать. И здесь вот, знаете, ощущение того, что должно... Не может все так быть. Это все неправда. Что сейчас что-то перевернется, пройдет буквально несколько дней, или это сон какой-то. Я закрою глаза, засну, проснусь, и все будет по-старому. Все будет как было. Но тот, кому больно, реально может быть готов от этой боли на разрыв. Давайте посмотрим вашего визави, что вообще у человека. Неважно, кто он вам. Здесь больше про личные отношения. Здесь мало кто про работу вообще загадал. Здесь больше отношения вот именно того характера. Любовного. Человек считает, что вы закрылись. Человек не может понять, что у вас происходит в голове, что на сердце. Человек может понимать, что вам больно, но он не знает, что будет дальше. Поэтому пока что режим ждуна. Называется, а я посмотрю на нее, как она будет реагировать дальше. Вот что она будет дальше делать. Выдерживание какой-то паузы. И вот знаете, ощущение такое, что я не знаю. Я вообще смотрю на ее состояние. Я не знаю, что она дальше вычудит, что она дальше вытворит. И человек на это просто смотрит. Он понимает, что жестко его оттолкнули, что как-то закрылись. А если вы даже не закрылись, не оттолкнули человека, то чувствует ваше внутреннее. Да вот душа как ракушечка. Раз и схлопнулась, закрылась. И он понимает, что не может достучаться, что у вас проходят те процессы в голове, на которые он не может сейчас повлиять. Хочет помочь вам, хочет вернуть старое. Все вот называется, так было, давай я тебе как-то помогу, чтобы это все вернуть. И может скандалить, может злиться на вас, может пытаться обхитрить, может там говорит, все, давай все забудем, хватит думать, хватит меня спрашивать, просто там обними меня, и мы начнем все сначала. То есть страх прожить вот все это. Это великая манипуляция, когда говорят, все, просто забудь об этом, давай начнем сначала. Нельзя забыть о том, что произошло. Это надо пережить, потому что если вы просто забудете, это значит, что спустя какое-то время вы вляпаетесь ровно в такую же ситуацию. И она будет еще более тяжелой, потому что это будет двойное убийство, двойное предательство в этом случае. Человек считает, что пока что все еще можно вернуть. И он может приходить к вам, разговаривать, показываться вам на глаза на всякий случай. Но все, он тоже понимает риск того, что это все, что это великая жопонька. Совершать может необдуманные, дурацкие действия. На эмоциях будет истерить, возможно. У кого-то будет истерить. У кого-то такая ситуация, когда будет пытаться вами манипулировать и рассказывать, как вам хорошо было в прошлом. Просить вашей помощи и предлагать свою помощь, но это ложь. То есть человек сейчас пока действует как дурак в этой ситуации и будет продолжать дурковать. Здесь, пожалуй, настолько, вы знаете, такое ощущение, что убили на повал. Только реанимация какая-то, вот отношений может быть. И то вряд ли. Скорее всего, не простите. На ближайшие полгода перспектива. Ну вот смотрите, здесь все будет на эмоциях. Эмоции в ближайшие полгода не улягутся однозначно. Могут быть чувства, может быть попытка, даже кто-то решится, возможно, забеременеть с дури. Вот знаете, как это говорится. Но это будет самообман. Надо проживать вот то, что есть между вами, не привлекая третьих лиц. Будут еще вот эти игрища, будет прощу, не прощу. Будет попытка торопить ситуацию, но пока она не вызрит. То есть вы можете вернуться с дури туда, заставить себя, называется, не, но я буду рядом с ним. Вот мы просто ляжем, будем смотреть вместе кино, и мне будет казаться, что все уютно, что родной человек рядом, что все хорошо. Однако здесь, реально, кто-то с помощью рождения детей даже попытается поправить ситуацию, но это будет скорее наказанием, чем пользой. Если вы уже беременны, естественно, все это как бы к счастью и все нормально. Но если вы будете пытаться с помощью беременности или совместных покупок, каких-то совместных дел, называется, вот мы сейчас будем бизнес вместе открывать, и точно нас ничего не разлучит, мы будем всегда вместе. Это ошибочная позиция, это ошибочная ситуация. Закопайте себя по самое неболуся, если так будет. Да, здесь такая ситуация, когда многие будут пытаться вернуть прошлое через какую-то совместную деятельность. Но это не уберет вашу боль, это только попытка боль загладить, но никак иначе. У кого-то здесь прямо, вот знаете, девушка такая, знака воды или воздушного знака, но она может даже, кстати, вам помочь. Она может либо показать пример любви какой-то для вас, либо вызвать в вас желание вернуться к себе и мыслить здраво, не обманывать себя. То есть она вам поможет, вот эта девушка, пройти ту трансформацию, которая вас посетила сейчас. Накрыла золотой тарелкой, да. Давайте посмотрим вам предостережение и совет. Смотрите, карты предупреждают. Вот для тех, кто в детородном возрасте не рожать, не беременеть сейчас, не начинать какое-то новое дело, не ждать подарка судьбы, потому что обманете сами себя и вляпаетесь вот туда, куда не надо. Стройте свою жизнь сами, делайте то, что вам давно хотелось делать и делайте то, что вы умеете делать. То есть, например, вы, ну не знаю, прекрасный переводчик, там, да, или какие-то еще у вас есть таланты, какие-то действия, которые вы можете профессионально совершать, или вы прекрасно готовите. Вот займитесь тем, что вы умеете. Дайте себе надежды на свое счастливое будущее не через человека, а через деятельность. Уйдите туда. Если вам будет легче переключиться на какие-то другие отношения, на какую-то переписку, да, вот с другим человеком, вы можете это сделать, поиграть на два фронта, но не пытайтесь человеком манипулировать через вот этот вот момент. Если вам нужно покричать, разбить кому-нибудь, что-нибудь там, или погнуть сковородку от чью-то бедовую голову, вы можете это сделать. Вы можете проявлять свои эмоции, вы можете проявлять свой жесткий эгоизм сейчас, и это будет то, что сделает вам, вот знаете, как-то заставить на душе полегчать немножечко. Хотите просто, да, вот, не знаю, взять, швырнуть что-то в него, сделайте, сделайте вот с этим человеком что-то, поругайтесь, врежьте ему, если это возможно. То есть здесь вот можно это делать для того, чтобы просто вас отпустило. А так попустит маленько, уже сможете разбираться потом в отношениях, потому что у вас настолько вот эта боль внутри непогашенная сидит, что надо иногда и взорваться. Взорваться на сотню мелких хомячков и заляпать все тростниковым сахаром вокруг. То есть вот надо, чтобы рвануло, потому что иначе, если вы внутрь будете утрамбовывать это, это может привести вплоть до того, что к инсультам, к инфарктам, на таком вот, до уровня здоровья. То есть вы можете загубить себя. Поэтому хочется взорваться, хочется плеваться, плюйтесь, говорите гадости этому человеку, врежьте ему чем-нибудь. Но если он это не выдержит, не понимает своей вины, скатерть ему дорожка. А если он все это выдержит, если он будет рядом с вами, то, наверное, в итоге это изменит ваше мнение о нем и ваше отношение к нему, что тоже будет, в принципе, полезно. И вы это тоже сами знаете и сами можете понимать. Для меня очень тяжелый этот расклад. Мне просто практически физически больно смотреть эту позицию, поэтому я заканчиваю. Ну что же, друзья, что вы выбирали, какие расклады были, вопрос. И, конечно, для тех, кто хочет получить индивидуальный расклад, в пункте 3 прикрепленного комментария рассказывается о том, как получить индивидуальный расклад, куда бежать, что писать, кому писать, как мне написать, в какой форме вы получите расклад и так далее. То есть здесь вы можете писать и действует правило трех сообщений. То есть вы написали, я вам три раза ответила максимум, вы получили условия расклада. То есть с того момента, как вы получаете условия расклада, мы либо работаем, либо заканчиваем общение. Здесь есть два варианта, потому что просто пообщаться мы всегда можем в Ютубе, в сообщениях, мы можем поделиться какими-то событиями в жизни, которые происходят, видением ситуации. И вы можете здесь в Ютубе, соответственно, смотреть большое количество раскладов, общие расклады, которые на бесплатной основе здесь предоставляются. Ну, еще, конечно, вы можете сейчас, пока что, ну, еще, наверное, пару недель есть у вас возможность получить расклад в дар. На канале просто в видео раздел, заходите на мой канал, раздел видео, и первое видео «Расклад в дар». Там рассказывается, как, кому, зачем, когда, дается возможность получить этот расклад в дар, и, соответственно, вы можете попасть в число этих счастливчиков. Подписывайтесь на канал и ставьте значок оповещений, потому что даже постоянные зрители пишут, а я захожу на канал, ищу новые видео. Для того, чтобы, да, не приходилось каждый раз заходить и что-то искать, а видео практически каждый день выходят новые, вы подписывайтесь, жмете колокольчик, вот все уведомления проставляете, и вам будут приходить уведомления, когда видео выходит. На все хорошие, адекватные комментарии я обязательно поставлю сердечки, которые будут приносить вам радость, удачу и благополучие, будут вашим талисманом, хранителем в тот день, когда вы пишете сообщения, когда вы пишете комментарии под роликом. Всем удачи, до встречи, до свидания.